День Города В такую атмосферу праздника наша съемочная группа окунулась в минувшие выходные. Традиционно в рамках программы «Короткий день» работаем в открытой студии. Да и повод хороший. Погода прекрасная. День российского флага. День рождения городского поселения Нахабина. Владимир Евгеньевич, здравствуйте. С праздником. Спасибо. Сегодня отмечаем два праздника. Так совпало. И день российского флага, и день рождения малой родины Нахабина. Как настроение? Настроение хорошее. Погода не подвела. Очень значит, что хорошая погода. Ждем на этом празднике большое количество жителей. Только с начала этого праздника. Я думаю, что к вечеру будет здесь очень много. Хороший концерт будет. У всех хорошее настроение будет. Поэтому будем надеяться на то, что праздник прекрасно пройдет. Обратила внимание, что вы очень трепетно относитесь к организации подобных мероприятий. Для вас это не мероприятие для галочки, да? Нет. Действительно очень серьезно. У нас подготовка к празднику Дня города, она начинается за три месяца где-то. Это работают все наши структурные подразделения по подготовке, проведению. И с каждым годом мы что-то новое вносим в репортуар проведения праздника. Это и мероприятие, посвященное Дню города. Это само празднование Дня города. Постараемся всегда что-то новое или ввести в этот праздник. С тем, чтобы народ, конечно, шел и шел сюда. Чтобы здесь было интересно и интереснее. Развиваться и постоянно приносить жителям неподдельную радость. Есть это ли не главное в работе? Так на исходе лета для тысяч нахабинцев традиционно устроили грандиозный праздник. Чтобы весело и интересно с пользой и размахом отпраздновать день рождения своей малой родины. Нахабина родная подмосковье,онихабина здесь песни словья. Нахабина частичка Красногорья,Нахабина российская земля. Нахабина родное Подмосковье, Нахабина здесь песни соловья, Нахабина частичка Красногорья, Нахабина российская земля. К нашей открытой студии присоединился известный Нахабинец Владимир Андреев, руководитель литературного объединения Лира Проза. Здравствуйте, с праздником! Нахабинцы уже удостоились чести услышать песни в вашем исполнении. Как настроение? Настроение замечательное, всегда замечательное, когда я встречаюсь со слушателями, со зрителями, потому что все, что мы делаем, это мы делаем для них, для наших жителей Нахабина, Красногорска и всего Красногорского района. А гимн Нахабина, который вы уже исполнили, это ваш авторский? Да, это полностью авторская песня. И слова, и музыку я написал уже очень давно. У меня несколько песен про Нахабина. У меня есть песни и про Красногорск, и про Красногорье, про Красногорский район. Так что вот эти места, где мы живем, они давно озвучены мною в стихах и в песнях. В Нахабина я влюблен уже скоро 45 лет. На следующий год будет 45 лет, как я живу в Нахабина, как я впервые сюда попал, в это место со странным словом Нахабина. Вот у меня есть такая песня. Нахабина родная сторона. На пути к столице городок старинный, с двух сторон Волоколамского шоссе. С давних пор стоит он вдоль дороги длинной, и Нахабином давно зовут уже. Часто многим неизвестно это слово, да и смысл его немногие поймут. А для нас оно давным дано знакомо. И Нахабинцами жителей зовут. Вы коренной житель Нахабина, или так волею судьбы сложилось, что стали жить здесь, на этой земле? Первый житель Нахабинска. Гражданин. В 37-м году здесь открылось родильное отделение, я был первенцем. Вот такие дела. До 74-го года здесь жил, а потом судьбой в Москву попал. А как складывалась ваша судьба? Кто вы по профессии? По профессии я тренер команды мастеров по рэгби. Был вторым тренером, вернее сборной второй СССР. Добился определенных результатов. Подготовил 30 мастеров спорта, из них двух международников. Вот. Получил заслуженную мастера спорта. Вот сам. А работал я сначала в особом конструкторском бюро. Но судьба так и распорядилась, что я ушел в спорт. А где ты, дам и я? Все трапинки у нас на двоих. Все денечки в году, все цветочки в саду, все дождинки с небес голубых. Половинка моя. А где ты, дам и я? Все трапинки у нас на двоих. Все денечки в году, все цветочки в саду, все дождинки с небес голубых. Половинка моя. Субтитры подогнал «Симон»! Потрясающий парад самокатов завершился в эти минуты. Более 20 участников. И к нам в открытую студию пожаловала фея добрых снов со своей мамой. Такой же, наверное, доброй феей. Здравствуйте. С праздником. Как настроение? Здравствуйте. Настроение отличное. Погода сегодня порадовала. Программа тоже отличная. Все замечательно. Стась, поделись, пожалуйста, впечатлениями о выбранном с мамой образе своем сказочном. Мне очень нравится мой образ, потому что мой самокат выглядит так красиво, и мама очень постаралась. Я ей немножко помогала, но все же, в большей части, все сделала она. Мне очень нравится быть феей детских снов, потому что мне кажется, это очень положительная и добрая роль. Хотелось бы пожелать отличного настроения, мира всем, и чтобы у нас в стране все всегда было хорошо, как сегодня. Стась, что тебе нравится в твоей малой родине Нахабино? Ну, Нахабино очень хорошо, тут красиво, и вообще мне здесь нравится, потому что вот здесь вот в лесу рядом можно прогуливаться. В парке там живут разные белочки, всякие красивые, разные другие птички, даже растут мухоморы, поэтому мне нравится Нахабино. А у тебя самокат с сюрпризом, насколько я знаю, то есть здесь не только вертушки, а продемонстрируй свой сюрприз. Раз, два, оп! Участники парада самокатов продолжают присоединяться к нашей открытой студии. Здравствуйте, с праздником вас, Катерина, Лена. Катя, не просто Катя, это Солнце России, мы рады видеть тебя у нас в гостях, Солнце России. Ты вообще понимаешь, какая ответственность, наверное, на тебе лежит, заявив такое название? Да. Как тебе нравится твой костюм? Мне нравится он из-за того, что он желтый и светит всей России. Мы старались, мы готовились к этому, но еще не все. Будут еще продолжения в мае, мы сделаем еще лучше, он будет еще лучше светить. По желанию, чтобы чаще были такие праздники детям, чтобы мы старались, наряжали детей, чтобы каждый к своим детям относился с пониманием, с таким, чтобы ребенку это нравилось. Продолжалось это из поколения в поколение. Звенела музыка в дали, любовь по мою накатила, но разошлись, как корабли, все это было, так уж было. Пусть кто-то верит или нет, но путь наш был, наверное, грешным, и все прошло, как лунный свет. Звенела музыка в дали, любовь по мою накатила, другой волною несло. Одно мгновение любви на дали, любовь по мою накатила, другой волною несло. Ах, это призрачный роман, что-то было, значит, было. Я тут пленительный обман, но половину позабыла, но сердце дрожит мне иногда. И вновь неведомая сила напоминает мне когда, ведь это было, правда было. Одно мгновение любви на дали, любовь по мою накатила, другой волною несло. Одно мгновение любви на дали, любовь по мою накатила, другой волною несло. Я не любила, чтобы было, кого другого не дала. На стадионе нет практически свободного места, каждый уголок чем-то занят, для всех есть развлечение, а для вас, как главы, чего еще приятного хотелось бы сделать местным жителям? Ну, вы знаете, я с жителями пообщался, они говорят, что традиционно нет финала футбольного матча какого-то, или по большому футболу, или по мини-футболу. Это вот старожило сказали, бывшие футболисты, до следующего года будем стараться так, что какой-то финал подвести к дню города, знаменать его. Хотелось бы, может быть, и футбольным матчем разнообразить праздник, то есть будем прислушиваться к мнениям жителей. Я ждала когда-то милого, все угадала, кто такой, не страдала, не любила я и была сама другой. Я мечтала ночью звездною, позабе уж меня напал, ну а ты лишь восемь позднюю горьким ломутом поспал. Горький ломут, горький ломут, нас с тобою загружил, горький ломут, горький ломут, все за нас с тобой решил. За глаза назвали беде мою, что теперь с моего возьмешь, а я все сама не ведаю, правда это или ложь. Только ты зови желанною и за это не кори, знаю, знаю, будет мало нам горьком ломуте любви. Горький ломут, горький ломут, нас с тобою загружил, горький ломут, горький ломут, все за нас с тобой решил. Горький ломут, горький ломут, мне сегодня не уйти, сам манил на стойке ломут, и назад нам нет пути. Лист осенью тихо падает, но уж с холодной дверь стучит, вот моя душа заплакала, а твоя душа молчит. Осенью тихо падает, но уж с холодной дверь стучит, вот моя душа заплакала, а я все сама не ведаю, не знаю, будет мало нам горькость. По всему, что не сбылось, ты хотя бы мне соломеньку. Горький ломут, милый, брось! Горький ломут, горький ломут, нас с тобою загружил, горький ломут, горький ломут, все за нас с тобой решил. Горький ломут, морком другому, не стебать, не уйти, сам манил на стойке ломут, и назад нам нет пути. Сам манил на стойке ломут, и назад нам нет пути. Прикоснуться к небу стало возможным в день рождения Нахабина. Полет на воздушном шаре – одна из многочисленных забав в этот праздничный день. Кого вам справляться с многочисленным потоком желающих прокатиться на воздушном шаре? Да, сегодня поток необычно большой, но я думаю, что мы справимся. В этом мне помогут мои друзья, моя наземная команда. Праздник замечательный, очень много радостных, веселых лиц, очень праздничная атмосфера сегодня. Приятно смотреть на это с высоты птичьего полета. Праздничные торжества, посвященные дню рождения Нахабина в самом разгаре. К нам присоединяются местные жители, желают свои самые теплые и добрые слова поздравлений. Татьяна, о чем сейчас думаете, что желаете своим землякам? Я хочу от всей души нашим землякам, нахабинцам пожелать в этот праздничный день большого человеческого благополучия, счастья, здоровья. Чтобы побольше людей сейчас присоединилось к нашему празднику веселому. Спасибо нашей администрации Нахабина, которые каждый праздник устраивают нам подобные мероприятия. Приглашают ведущих актеров, артистов, народные ансамбли, песни, пляски. Огромное спасибо, друзья, с праздником и с днем российского флага. Всего доброго! И... Можно поддемте? И мы тоже поддемте. Светит мне знакомая звезда, снова мы... Отлично! Снова между нами города, с любви от мира и от дома. Здесь со весны нами не дожди. Здесь у нас голодные рассветы, Здесь страницы света на пути. Ждут замысловатые сюжеты. Давайте вы, что ли? На! Здесь со весны мной, ой, 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 ой. Заспелась с песней. Добро пожаловать на огонь, Чтоб лека огонь не пелось. Тюби-тюби-тюби-тюби-тюби-тюби, Ты поверь, что здесь издалека. Многое теряется из виду, Тают грозовые облака. Кажется, нелепыми обиды Надо только выучиться ждать. Надо быть спокойным и упрямым, Чтоб порой от жизни получать Радости скупные телеграммы Наверла твой компас сильной, Комбача награда заспела. О песне того, какой, Чтоб только о доме не пелось. Тюби-тюби-тюби-тюби-тюби-тюби-тюби-тюби-тюби-тюби-тюби-тюби. И забыть по-прежнему нельзя Все, что мы когда-то не доверили. В небе устарые глаза Сири московские летели. Снова между нами в городах Жизнь нас разлучает, как и прежде. В небе незнакомая звезда Светит словно памятник надежды. Берег ADAMSbes開 pricing Берег аду employee Р 4 Чтоб только не пелось Тюби-тюби-тюби-тюби-тюби-тюби-тюби-тюби-тю Берег Умадий пары На небе смеркается, а к нам все больше присоединяется нахабинской молодежи. Ребята, а вы любите свою нахабина? Конечно, любим. Чем она так прекрасна? Ну, во-первых, у нас тут обширная природа, не как в Москве, там дома одни. У нас очень красивые тут есть места, и я тут с самого рождения, и мне здесь очень нравится. Да, здесь круто, просто. Ваши поздравления, пожелания, или, может быть, какие-то есть у вас желания, которые бы хотелось уплатить для всех жителей нахабина? Ну, конечно же, мы поздравляем всех с этим праздником. Мне все нравится. Да, поздравляем с праздником великим. Такой раз в год бывает. Мы здесь сюда каждый день ходим. Каждый год, точнее. Мы очень рады, что мы здесь живем. Побольше бы высоких домов, а то маленькие дома. Да, то что? Да, трехэтажные, мало многоэтажек. Да не, наоборот, хорошо, ты что? Ты хочешь здесь город построить? Я хочу, чтобы здесь не москребы были такие. Нет, я с ним не согласен. Я согласен, что у нас все как надо. Давай компромисс на нем. Девятиэтажки. Давай. Да, девятиэтажки нормально. А какие еще есть мечты? Вы бы сами хотели добиться каких-то успехов здесь, на Хабиной, или, может быть, в Москве, еще где-то? Ну, я хотел бы стать какой-нибудь важной шишкой и улучшить тут все. То есть, там, ну, то есть, улучшить наши на Хабину. Прокачать город, да. Каким образом? Что значит прокачать? Ну, сделать нормальный ремонт там, то есть, отремонтировать дома, отреставрировать. Делать, может быть, какие-то памятники? Да. В честь кого-то? Да, 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 вот эти вот всякие. Парки. Побольше парков, а то только на Парковой улице парк, а на Институтской, на Чкалово нет парков. Слушайте, ребят, так здорово, что у вас такие светлые мысли, такие планы грандиозные. Я желаю вам успехов и чтобы вы стали важными шишками в городском поселении на Хабина. Приятно посещать такие мероприятия? Да, конечно, очень приятно посещать такие мероприятия. Я хочу поздравить на Хабина с Днем Города, пожелать ему процветания, всего самого лучшего. С каждым годом я убеждаюсь, что больше нового для детей, развития, всего-всего. В общем, с Днем Рождения! Три, два, один! Поехали! На Борода, на Хабина! Парки! Россия! Россия! В этом слове огонь и сила! В этом слове победы пламя! Поднимаем российские знамя! Россия! Ра-Россия! В этом слове огонь и сила! В этом слове победы пламя! Поднимаем российские знамя! В эфире КРТВ программа «Короткий день» и через несколько минут ведущий Виктор Лобинцов познакомит вас с очередной публичной персоной. После чего вновь увидимся в нашей студии. Короткий день пятницы еще не завершен. Здравствуйте! В эфире рубрика «Публичные персоны» в студии Виктор Лобинцов. Только значимые персоны, только яркие события. И в гостях у нас сегодня член Союза писателей России, член общероссийской женской общественной организации «Женский конгресс». Писатель. Каждая ее книга – это целый мир. Непознанный, увлекательный, загадочный. Друзья, я приглашаю вас в мир. В мир писателя Ирины Мартовой. Ирина, здравствуйте! Добрый день! Раз вас очень видеть. Спасибо, что к нам приехали. Спасибо. И первый вопрос. Расскажите, как все началось? Как вы начали писать? Чем вы увлекались в детстве, наверное? Да, ну, если начинать с детства, то это, конечно, сначала город, где я родилась. Это Омск. Замечательный город, большой, красивый. В детстве я чем только не занималась. И танцами, отдельно балетом, и лепкой, и рисованием. Благодаря настойчивости родителей я закончила, все-таки закончила музыкальную школу. И ужасно не хотела играть. Но мама очень хотела, да. То есть балет, литература. Но я знаю, вы в классе десятом или седьмом даже, да, я слышал, вы прочли Анну Каренину. Да, я читала очень много. Никаких игрушек у меня особенно, они не интересовали, их не было. Я читала, читала везде, где только можно было. Мама меня отовсюду прогоняла, потому что я с книжкой везде на кухне и в ванной сидела. А что побуждало? Просто любовь к чтению. Просто вот я так любила читать. Научилась читать рано и столько читала. В седьмом классе я прочитала Анну Каренину, чем необыкновенно поразила классного руководителя. Я пришла, у нас был факультатив по литературе. И я ей просто сразу заявила, что я буду делать доклад по Анне Карениной. Когда Анна Каренина тогда была десятилетка, в девятом классе изучалась только. Вот, ну, в общем, вот так вся моя жизнь связана была с книгами. Писала я лучшие сочинения в городе. Всегда побеждала на областных всяких конкурсах. А потом, в общем-то, без всякого труда поступила в Воронежский университет на филологический факультет. Ну, и так уже повелось, что дальше вся моя жизнь была связана с литературой. И когда вы начали писать? Ну, писать я начала еще в школе, заметки в газету. Потом в университете я очень много писала тоже. И мама до сих пор хранит мои студенческие заметки, вырезки из газет. Вот. Ну, а потом, когда работала, уже стала писать серьезно. И как к этому вы пришли? То есть вы почувствовали в себе дар что-то рассказывать, о чем-то писать. Ведь пишете вы о людях, о тех проблемах, которые вот очень близки к каждому. Ну, это как-то все постепенно. Потому что после университета я не сразу стала вот так просто писать и заниматься только книгами. Я еще работала, и тогда было обязательно распределение, работала по распределению. Это про учитель, вы говорите, да? Да, да, да. Я работала в школе, и я работала в интернате. И потом, позже уже, я поняла, что все-таки вот эта чаша перевешивает, и я, в общем-то, все оставив, стала писать. И первое произведение вы написали, когда вам было? Сколько лет? Ну, я уже не помню, сколько лет. Это были рассказы, стихи тоже тогда я, кстати, писала. Потом я уже от этого как-то отошла. Вот, это было очень рано. А кто первым оценил ваш роман, произведение, стихотворение? Ну, если уже говорить о серьезных произведениях, то это есть такая доктор филологических наук, профессор Дергачева Ирина Владимировна. И уже когда это было очень серьезно все, она прочитав, пожалуй, она мне так дала красный свет, она сказала, что это надо обязательно писать, обязательно печатать и обязательно писать дальше. Расскажите о ваших романах. Их несколько. Да, их уже шесть, шесть изданных романов, причем один из них, роман еще раз про любовь, он переиздавался уже дважды. Это бестселлер, я так понимаю. Ну, я не знаю, не могу сказать, это бестселлер или нет, но он переиздавался и пользовался такой популярностью и спросом. И первый роман назывался «Записки юной дворнички», я писала о совсем юной девушке, о ее пути в жизни, о том, как она открывала для себя мир, как она его познавала, о людях, которые были возле нее, кто ей помогал и кто способствовал ей в этом. Затем были романы еще «Исповедь одинокой идеалистки», «Дожить до счастья», еще раз про любовь, роман «Однажды когда-нибудь». И каждый новый роман – это новая ступень и в моей жизни, и как-то в жизни моих героев, потому что я пишу, в общем-то, об одной проблеме, о проблеме любви, о людях, которые как-то раскрываются в любви, но это не только любовь мужчины к женщине, это любовь, она же очень многогранна, это и любовь к родителям, и любовь к детям, и отношение к старикам, и отношение к стране. И я писала о чеченской войне, вот в романе еще раз про любовь, который вы читали как раз. Вот я хочу остановиться на романе еще раз про любовь, извините, что я вас перебил. Что меня больше всего тронуло, вас как автора, то, что вы запереживаете, что же такое произошло, может быть, в вашей жизни, что вы так точно выбрали героинь, три героини, да, три подруги, и у них свои истории, своя жизнь, свой быт и так далее. Вот откуда это у вас? Это талант, дар, я не знаю, может быть, вы говорили, вы работали в интернате, да, может быть, оттуда исчерпали, да, что-то вот. Откуда это вот? Что такое произошло в вашей жизни? Ну, вы знаете, во всех моих произведениях есть тема брошенных детей, и мне это очень волнует. Во многих ваших романах? Ну, почти практически во всех, потому что после университета я работала в школе-интернате для оставленных детей. Ну, дети-сирот там были, и были те, у которых были родители, но родители такие, которые ими не занимались и отказывались. И, надо сказать, меня тогда настолько поразили судьбы этих детей, и их глаза, которые вообще забыть нельзя, это глаза, которые просят и молят о любви, о любви родительской. И я тогда поняла, что дети готовы любить любую маму, лишь бы она только была. И недаром говорят, что они и пьяниц, и там всяких других мам любят дети, потому что мама – это самое лучшее, что есть. И поэтому вот я об этом пишу, меня очень волнует тема оставленных детей, детей-сирот, и мне кажется, это вообще не должно быть, и это такая несправедливость, когда ребенок остается один, тем более при живых родителях. Поэтому как-то я не могу вот не касаться этой темы. Я знаю, вы занимаетесь благотворительностью. Расскажите об этом. Ну, вы знаете, это такая тема, о которой как-то говорить, вот на самом деле мне не очень удобно и не очень хочется. Для меня просто есть в нашей жизни вещи, которые обязательны. Это все равно, что утром позавтракать, почистить зубы, поздороваться. Мне кажется, помогать больным детям, детским домам, каким-то фондам – это то, что должен нормальный, интеллигентный человек, уважающий себя, должен делать обязательно. И я, ну, в меру своих сил, в меру своих материальных возможностей, я помогаю. Мне не хотелось бы подробно об этом рассказывать. Люди, которым я помогаю об этом, они знают. Фонды, которым я помогаю, они тоже об этом знают. А как бы рассказывать об этом, мне кажется, не очень красиво. Я благодарю вас, потому что сам воспитанник детского дома, вы знаете мою историю. И сам езжу, выступаю, рассказываю, что, ребята, все будет только хорошо. Главное, не обижайтесь ни на кого. Верьте, верьте, верьте. Я знаю, что в марте вышел рассказ «Мимолетное чудо». Сборник рассказов. Сборник рассказов. Давайте поговорим об этом. Давайте поговорим. Что это за истории, какие герои. Вы знаете, рассказы я параллельно с романом я пишу рассказы. И рассказы – это особая история, это такая миниатюра, в которой ты пытаешься в очень коротком промежутке рассказать то, что тебя очень сильно волнует. И вот когда вышел роман еще раз про любовь, тогда вышел цикл, отдельный цикл рассказов, рождественские рассказы. А потом как-то количество рассказов добавлялось, увеличивалось, и их становилось все больше. И в издательстве художественной литературы, которые издают мои книги, мне предложили издать рассказы отдельной книгой. И это так, в общем, книга эта вышла в марте месяце, она называется «Мимолетное чудо», по названию одного из рассказов. И несмотря на то, что это маленькие произведения, каждая из них – это целая большая жизненная история. И я на самом деле вообще очень люблю рассказы. Ну, вы помните, что Чехова говорил кратко «Сестра таланта». Согласен. Вот, поэтому… И рассказы – это отдельная моя любовь. И я рада, что наконец-то вот такая мечта воплотилась, и они все в одном сборнике вышли. А что интереснее, рассказы писать, либо романы? Ну, это… Или зависит от настроения? Это даже не то, что это несравнимые вещи для меня. Потому что роман, ты сначала думаешь о чем-то, у тебя там внутри что-то такое живет, и потом ты начинаешь писать, и это много героев, это много событий, это много сюжетных линий, это много о чем хочется рассказать, и ты это долго пишешь, и как бы долго… Ну, это все равно, что выстрадать что-то. А рассказ – это может быть такое, знаете, как навеяло просто какое-то наитие, по наитию. Ты садишься и начинаешь писать, и у меня были случаи, когда там за полчаса я писала рассказ. То есть это что-то такое раз… И, по-моему, вы любите утром. Я где-то читал в каком-то журнале, что Ирина Мартова, мысль приходит, когда все еще спят. Я вообще люблю… Я, знаете, как это говорят, люди делятся на жаворонки и совы. Да, да. И я такой ярко выраженный жаворонок. Я люблю раннее утро, когда все спят, никто, никому не нужно ни чая, ни кофе, никто не ходит рядом. И я захожу в кабинет, и я с удовольствием пишу, и вот эти, мне кажется, вообще, вот эти ранние утренние часы, они очень плодотворны и очень способствуют какому-то творческому взлету, не знаю, размаху. Может быть, пространство еще не заполнено лишней информацией, да? Да, да, может быть, да. Скорее всего. А потом… И приходит озарение такое. Какое-то, да. Меня часто спрашивают вот на встречах с читателями, как вы пишете, и мне трудно сказать, как я пишу, правда. Я не знаю, как я пишу, но вот Бог дает. И я не пишу… У меня нет никаких каких-то планов. Вы боитесь потерять талант писателя? И что вы для этого делаете? Вы его поливаете, лелеете, может быть? Как вы ухаживаете за своим талантом? Ничего не делаю. Ну, он же может ответить. Просто я люблю в себе… Извините за этот вопрос. Да, да, да. Я просто в себе это люблю то, что я… Бог мне дал такой дар, что я могу написать. То есть вот я… Все, что у меня внутри живет, и все мои эмоции, все мои переживания. Все-таки каждая книга, хотя я не пишу о себе принципиально, там нет ничего из моей жизни, но все-таки это все я переживала когда-то в каких-то других ситуациях. Это чувствуется. И я рада, что я могу об этом написать. Какое издательство издает ваши книги? Ну, вот сейчас я прям так с гордостью могу сказать, что это одно из лучших издательств, старейших. Это издательство, которое издавало Анну Ахматову, Пастернака, Шолохова, Твардовского и всех-всех-всех великих. Это издательство художественной литературы. Они меня пригласили, и там работают замечательные, люди, замечательные, которые увлеченные, и не просто увлеченные, а которые просто, знаете, досконально знают свое дело. И мне так всегда туда приятно приходить. В общем, вот, да, издательство художественной литературы. И вы сегодня пришли пока, это на десерт, пришли с журналом «Юность», да? И я горд за вас, и я видел, что ваши рассказы... 52-я страница. Давайте пока откройте. Да, какой рассказ? Здесь несколько рассказов. Это такая интересная история. То есть вот в марте вышел сборник рассказов, в апреле вышел новый роман, вот этот «Однажды когда-нибудь». И потом мне позвонил главный редактор издательства художественной литературы, говорит, Ирина, есть такая идея. Вот, хотим ваши рассказы в журнале «Юность» напечатать. Сами позвонили. Да, конечно, да. Замечательно. И я на самом деле очень рада, потому что это такой культовый журнал для меня, потому что и когда я училась в университете, и потом, когда я еще, в общем, и не думала печатать книги, мы все, мне кажется, все стремились этот журнал приобрести, кто-то по подписке, кто-то покупал, читали с удовольствием. И поэтому это для меня вот такая очень хорошая новость была, и такой очень позитивный момент. Ну, взяли они такой рассказик с названием «Дуреха». Но их несколько здесь. Вы умеете, конечно, дать название рассказикам, насколько я помню. Ну, я поздравляю вас, я очень рад. Спасибо, спасибо. Считаете ли вы, что ваши романы заслуживают экранизации? Вот так вот я вам задаю вопрос. Плюс, может быть, немножко с такой, знаете, ноткой пафоса, да, так с высоты. Вот как вы считаете? Вы знаете, даже не я считаю, а когда-то одна из редакторов в издательстве АСТ, она читала мои книги, и она сказала, вы знаете, я вам советую пойти к какому-то кинорежиссеру, кинопродюсеру и отдать, потому что напечатать это одно, а снять это совсем другое. И она говорит, что они очень кинематографичные. Но я как-то, мне неловко об этом говорить, потому что... Они актуальны, мне кажется, у вас. Ну, не знаю, мне неловко себя хвалить или не хвалить, я просто не специалист в этой области. Но мне кажется, было бы интересно снять, например, тот же роман, еще раз про любовь, вот снять фильм, или вот «Однажды когда-нибудь». Ну, это уже как это, как Бог даст, как судьба. Ну, конечно, здесь, я думаю, нужен хороший агент, потому что, зная вас, прекрасная Ирина, что, конечно, я желаю вам действительно хорошего менеджера, да, и когда выйдет фильм, еще раз про любовь, поверьте, я буду одним из первых, я надеюсь. Спасибо, я надеюсь, да. Вы пишете прозу, а как вы относитесь к другому жанру литературному стихи, к стихам, например? Ну, стихи... Вы знаете, я очень люблю стихи, и, кстати, все встречи с читателями я начинаю стихами, потому что стихи – это такая особая область, это что-то такое особенное, которое способно в трех, четырех четверостишах выразить все эмоции, которые у тебя вот бушуют. Ну, что вы сейчас переживаете? Можете мне что-нибудь прочесть? Вот на данный момент. Ой, ну как-то так вот, неожиданно. Экспром. Ну, я вообще очень люблю, вы знаете, я рассказывала вам когда-то, что я очень люблю Ахматову, Анну Ахматову, и считаю, что это такая глыба, это такое величие. Мир. Это целый мир, да, который вот мудрость, величие, царственность, и человечность, и человеколюбие, и поэтому у нее множество стихов, которые я знаю наизусть, но я могу одно прочитать, но прошу прощения, если я вдруг собьюсь от волнения. Я прошу вас. Сжала руки под темной вуалью. Отчего ты сегодня бледна? От того, что я терпкой печалью напоила его допьяна. Как забуду? Он вышел, шатаясь, И скривился мучительно рот. Я сбежала, перил не касаясь, И бежала за ним до ворот. Задыхаясь, я крикнула, Шутка все, что было. Уйдешь, я умру. Улыбнулся спокойно и жутко, И сказал мне, Не стой на ветру. Гениально. Согласитесь. Вы пишете о любви. Верите в нее? Что для вас вообще любовь? Ой, ну конечно, конечно. Я считаю, что вообще, если есть что-то, что движет миром, то это, конечно, любовь. Это любовь такая, знаете, всепоглощающая к детям, к матери, к стране, просто к этому миру прекрасному, в котором мы живем. И, конечно, я верю в любовь. Да и как без этого? Как без нее? И без нее я бы не писала моих романов. Так что, конечно. Конечно. Как вы себя чувствуете популярным человеком? Вы же популярный человек. Это я готовлюсь к следующему вопросу. Я никак не чувствую. Я, знаете, когда на встречах с читателями начинают, там читатели говорят комплименты или что-то, я так теряюсь. Я рада, конечно, но мне это приводит в ступор. Я благодарна людям, которые читают, которые пишут, которые очень много отзывов там есть в издательстве. И я счастлива, что это так, но как-то вот акцентировать, что это популярность, я как-то не могу и не умею. Ну, вас часто приглашают на телевидение, на радио. Я знаю, что вы записали цикл «Радио Русский мир», записала с Ириной Мартовой цикл «Театр у микрофона». Расскажите о нем. Знаете, это тоже было такое счастливое время, когда меня пригласили на радио «Русский мир», и сначала была просто передача, там есть такая передача «Звезды русского мира». И потом предложили записать рассказы, которые вышли отдельным циклом, рождественские рассказы, в такой передаче «Театр у микрофона». Там ваши рассказы. Да, мои рассказы, которые читает сам автор, там суть такая. Там вот возрождается передача «Театр у микрофона», и около, наверное, 15 или 12 рассказов, я просто боюсь соврать, я читала, и вышел целый цикл «Театр у микрофона» с Ириной Мартовой. В общем, вот так. Я знаю, что вы часто встречаетесь со своими читателями. О чем они вас спрашивают обычно? О чем только не спрашивают. Например? Спрашивают о жизни, тоже о любви, о родителях, где жила, как училась, кем мечтала стать. И спрашивают, вот, как я пишу. Ну, я всегда, как бы, открыта к общению. Я всегда говорю, что у меня нет каких-то планов, таблиц, заранее продуманных каких-то ходов. Я вот, знаете, утром сажусь, рано утром открываю компьютер и начинаю писать. Вот без... Я не знаю, что будет дальше с моими героями. Вот это абсолютно искренне. То есть я не планирую, что вот в следующей главе они там встретятся. Просто я пишу, вот как Бог дает. Вот что... И я рада, что это так. Потому что, мне кажется, если... Когда это вот так на одном дыхании, это интересно читать, чем то, когда это заранее продумано, спланировано, как-то там выверено. Хотя читая ваши книги, я был уверен, что вы пишете пером, а вы на компьютере, оказывается. Первую книгу я писала пером. Это чувствуется. Вот я говорю очень честно сейчас. Первую книгу я писала от руки и исправляла. Все. Но потом как-то же техника движется вперед. Мир техники. Вот я и хочу вопрос вам задать. Как вы вообще относитесь к аудиокнигам, к книгам на цифровых носителей? Как вы думаете, так же информация передается? Вы знаете, но я в этом плане совершенно не современный человек. Хотя пишу я сейчас на компьютере, но я должна признаться, что я не умею читать с электронных книг, с телефонов, вот как читают там, я смотрю там. Для меня это совершенно непонятно. Я не понимаю, о чем я читаю. Для меня должна быть книга, я должна листать страницы, я должна, ну не знаю, ощущать запах книги. И вот держать... Настроение. Да, и держать в руке просто книгу. Как-то я... Это не то, что это плохо или хорошо, это, ну, каждому свое, как говорится. Но я вот не умею читать электронные всякие гаджеты. А, кстати, какие у вас книги на тумбочке сейчас? Вот такой прям вопрос. Что читает писатель Ирина Мартова? Сейчас я читаю роман Драйзера Дженни Герхард и параллельно... У меня так две книги. И параллельно книга Довлатова «Иностранка». Я обожаю, поэтому такие как бы несовместимые противоположности. Кстати, много сейчас читают Довлатова. Вы встречались с ним? Нет, конечно, нет, но я люблю книги его, и я люблю его... его стиль, его слог, его юмор необыкновенный и его потрясающие рассказы. Как выглядит ваше расписание? Да, знаете, честно говоря, и расписания-то нет как такового. То, что вот вы просыпаетесь рано, сразу садитесь за стол. Я пишу утром, и если... Ну, конечно, там есть какие-то дела, связанные с книгами, с издательством. И во второй половине дня я просто занимаюсь всеми остальными делами. Вот единственное, что... А так, чтобы какого-то распорядка определенного дня у меня нет, да и не было, в общем-то, никогда. Я знаю, что много лет назад вы были учителем, завучем школы, и, по-моему, учителем года, насколько я помню. Да, да, да. Вы же общаетесь с вашими учениками, они вот читают ваши книги, интересно. Да, это такая... Горды за вас. За себя, наверное, скорее всего. Знаете, это такая, да, интересная страница в моей жизни. Когда-то я работала в школе и была заучем, и вела литературу в старших классах, в гуманитарных. И надо сказать, что школа, это вообще для меня, это прекрасное место, где ты живешь среди детей и чувствуешь себя таким же молодым и полным сил, как и они. Потому что, ну, дети, это же энергия, это любовь, это блеск в глазах. И когда я... Да, я была учителем года, и тогда как раз Анна Ахматова только начинала звучать в полную силу, и ее изучали, и они много писали. Я проводила урок по Анне Ахматовой, да, стала учителем года. Вот, и сейчас, по прошествии уже многих-многих лет после всего этого, я так счастлива, когда я встречаюсь со своими учениками, они уже взрослые, дяди, тети, у них уже свои дети. Вот, и они читают, не все, конечно, но с кем я общаюсь, они читают, пишут мне там в соцсетях, пишут мне смс-ки на телефон посылают, и так гордятся. Я, знаете, у меня такое ощущение, как будто бы, это они все мои дети, потому что, ну, я их когда-то... Ну, как и герои ваших книг, в принципе, они так близки вам. Коля, мы вспомнили школу, дайте какой-нибудь совет начинающим литературным творцам от писателя Ирины Мартовой. Ну, это сложный вопрос, такой, знаете, ответственный. Ну, я думаю, много вопросов у них. Потому что советовать кому-то, это сложно. И единственное, что, наверное, я могла бы посоветовать писать искренне. Вот, если нет искренности, лучше этим не заниматься. И писать вот сердцем, как-то от всего сердца. Потому что, если это что-то надуманное, придуманное, то лучше эти... Потому что читатель настолько прозорлив и настолько умен, что он всегда поймет, что вот это не от всего сердца и надуманное что-то. Поэтому, уважая своего читателя, будущего, надо писать очень искренне. В течение всего нашего эфира я смотрю на эту замечательную книгу. Мне нравится, как вы подбираете обложки. Мне нравятся добрые книги Ирины Мартовой. Это серия. Мои книги выходят в этой серии, все книги. В марте, да, по-моему? Расскажите немножко. Однажды когда-нибудь. Да, это роман, который называется Однажды когда-нибудь. Ну, вот, возвращаясь к серии, все мои книги выходят в серии Добрые книги Ирины Мартовой. Такая серия. Вот. И это роман, ну, не хочется говорить, последний крайний. Меня в издательстве все время ругают, когда я говорю последний. Говорят, надо говорить крайний. Вот. И он вышел в апреле месяце. И сейчас, сейчас, к моему удивлению, или, может быть, к счастью, он очень востребован. Я, вот, как бы издательство отслеживает, там, как спрос покупателей и так далее. И говорят, что пользуются большим успехом. И я рада. И, ну, сейчас, сейчас вот мои мысли уже заняты совершенно. другим. А что сейчас пишете? Что нам ждать? От вас? Ну, я, можно не буду рассказывать конкретные отчеты? Ну, конечно. Это новый роман, который, пока такое рабочее название, меня тоже всегда ругают, что я так сложно, неправильно называю свои произведения, мы много дискутируем по этому поводу. Пока он называется «Такая разная любовь». Вот. Он уже наполовину написан, но пока я просто о нем, мне не хочется рассказывать, потому что еще так в процессе все. о чем мечтает писатель Ирина Мартова, написавшая шесть романов, множество рассказов, я так понимаю, под единой вот такой оболочкой, да, добрые книги Ирины Мартовой, да? Да. О чем я мечтаю? Да, вот. Ну, мои мечты, они очень-очень земные такие. Я мечтаю, чтобы, во-первых, самое главное, не было сирот, чтобы не было брошенных детей, чтобы в наших семьях царила любовь, чтобы люди друг друга просто не обижали. Знаете, когда идешь по улице, ты видишь, когда кто-то кричит, ругаются, оскорбляют, и недаром, наверное, вот сейчас я просто подумала, что, наверное, недаром мои книги выходят в такой серии, добрые книги, мне хочется, чтобы было больше добра. Да, да, просто, чтобы было больше добра и в отношении между людьми, и в отношении даже между чужими людьми, когда люди где-то встречаются в магазинах или там в транспорте, чтобы не обижали стариков, просто, чтобы было, как это, знаете, такое расхожее, миру мир и любовь, всеобщая любовь. Я понимаю, что это невозможно на самом деле, и что это вряд ли осуществимо, но мы к этому, но мы же люди, мы к этому должны стремиться, и я надеюсь, что вот все эти ужасные войны когда-то закончатся, и просто элементарно больше радости, больше добра в нашем мире. Я с вами полностью согласен, и на этой ноте я еще раз вас благодарю, то, что вы нашли время. Спасибо. Приехали к нам в студию. Спасибо большое, и до встречи на страницах романов Ирины Мартовой.